ребята здравствуйте сегодня готовим интересную а главное рабочую насадку для ловли белой рыбы карася карпа леща сазана крупной плотвы примечательно то что данная насадка хорошо себя показывает по холодной воде а также в теплое время года в общем она универсальная ингредиенты хоть и интересные но очень доступные время на приготовление будет минимальным так что готовим быстро четко и понятно поехали первым ингредиентом у нас будет куриное яйцо а именно его желток отделяем белок от желтка желток привлекает рыбу потому что имеет очень большую питательную ценность особенно в холодной воде это важно для рыбы она все это чувствует калории и такие наживки где содержится желток очень перспективно желток немножко перемешиваем приступаем к следующему ингредиенту следующий ингредиент это лапша быстрого приготовления не буду делать рекламу ее но скажу что это лапша со вкусом креветки вот здесь находится вот эта приправа которая дает запах креветки пока мы откладываем ее в сторону она нам понадобится еще но не сейчас вооружаемся кофемолкой либо можно ступкой и перемалываем лапшу до мелкого состояния лапшу перемололи кофемолка с этим отлично справляется вот в такую мелкую мелкую фракцию но ступка справится не хуже просто там физический труд немножко нужно применить муку получившуюся из лапши добавляем нашему и перемешиваем немножечко желток с лапшой перебитой в муку так чтобы хотя бы он впитался приступаем к следующему ингредиент следующий ингредиент это кукурузная мука она придает насадке воздушность ее на вот такую пачку обычную лапши быстрого приготовления хватает ложки для того чтобы ингредиенты лучше смешались добавляем манки две ложки манка все это скрепит насадка будет гораздо прочнее после того как добавили манку добавляем воду делаем это понемногу тут точные пропорции я вам не скажу потому что все это вот увлажнение происходит на глаз замешиваем всю эту массу до состояния теста которое не будет липнуть к рукам добавляем еще воды если вот воды немного перебор для начала все хорошенько помешиваем не бойтесь добавлять сюда еще немного манки не забывайте что манка не сразу включает свои свойства ей нужно впитать воду это все таки крупа и тогда она начнет правильно работать в общем вымешиваем все до состояния теста когда все тщательно вымешали получаем вот такое вот тесто для насадки но пока не годится но она нам именно вот такое на данном этапе и нужно оставляем его пускай но полежит 5-7 минут манка питает всю воду все ингредиенты свяжутся и продолжим работать над ним тесто полежала стала поплотнее теперь разделяем его на две части вы можете разделить на больше частей сейчас покажу для чего я в одну добавлю вот это пищевой краситель он дает такой зеленоватый цвет одно оставлю она получается как желтая и вымешиваю вы можете добавлять любой другой цвет можно сделать несколько там красное оранжевое зеленое и желтое например и пробовать какая рыб такой рыбе как какая больше понравится это все быстро отмывается это пищевой краситель он просто холодной водой без мыла даже смывается но здесь нужно опять же все хорошо вымешать чтобы насадка приобрела цвет кто-то говорит что цвет рыба не различает это не влияет но все же даже вот простой случай на рыбалке вы ловите на белого опарыша не клюет одеваете какого-нибудь красного либо оранжевого и идет поклевка значит рыбе цвет важен поэтому напишите свое мнение в комментариях как вы считаете важен ли цвет насадки для рыбы я считаю важен после того как мы окрасили насадки будущее то есть вы можете в любой цвет опять же повторюсь берем по чуть-чуть отрываем и делаем из них вот такие колбаски можете катать любым для вас удобным способом и то же самое делаем с окрашенными после того как мы подготовили вот такие вот колбаски из теста отправляемся на кухню проводим следующие манипуляции на кухне берем кастрюлю пошире доводим воду до кипения в ней добавляем соли чайную ложку и в кипящую воду закидываем наши колбаски все это дело варим около 10 минут смотрим чтобы колбаски не прилипали ко дну кастрюли и между собой не слипались наша будущая насадка варилась около 10 минут вот такая вот плотная стала немножко ее подсушил полотенцем бумажным дал остыть приступаем к следующим действиям для того чтобы насаживать ее на крючок мы нарезаем ее на удобные нам части также эту насадку можно добавлять в прикормку в качестве крупной фракции особенно если вы ловите леща крупного стаи карпа их задержать на точке вот эту насадку можно нарезать и добавлять как пелец как печиво в прикормку нарезаем на удобные нам кусочки берем какую-то емкость где вы будете ее на рыбалку брать лучше готовить ее свежей отправляем туда наши нарезанные кусочки и добавляем вот этот аромат креветки теперь сюда просто выдавливаем его как очень ароматная штука понятно что это не креветка никакая какие-то соединения химические но рыбе нравится берем все это и в банке перемешиваем так и транспортируем на рыбалку в итоге мы получаем отличную насадку она очень плотная хорошо держится на крючке подойдет для дальних забросов нарезать и опять же говорю можно мельче можно крупнее здесь уже творческий процесс если хотите придать пыление присыпьте чуть-чуть манкой либо панировочным сухарем так она будет пылить воде сейчас покажу как она себя ведет в воде наша насадка в воде понемножку издает такие вот частицы облачка это привлекает рыбу очень ароматная получается отлично держится на крючке подойдет для течения для дальних забросов с цветом как я уже говорил можете играть у каждого водоема у рыбы свои предпочтения из-за того какие там водоросли растут в общем чем она привыкла это уже разговор длинный в общем надо наблюдать за водоемом чтобы ловить рыбу так что ребята если видео было полезным попрошу поставить лайк написать комментарий если есть возможность помочь каналу донатом а я буду снимать что-то новое интересно ловите рыбу ребята но не забывайте что природу нужно беречь всего надо в меру всем спасибо за внимание до свидания